Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И мы продолжаем разбирать по косточкам на составляющие игру XCOM Enemy Unknown. В этом выпуске мы будем разбираться с оружием и экипировкой. Вообще, хорошее оружие, хорошая экипировка в этой игре значит не меньше, чем прокачанный солдат. Потому что даже новички, но с хорошим оружием в руках, могут инопланетянам задать жару. Ну а ветераны с непродвинутым оружием против крутых инопланетян могут спасавать. Поэтому очень важно, чтобы вы исследовали новое вооружение, новую броню и так далее. Ну понятно, что в начале, конечно, у вас особого выбора нету, что брать. Будет всё по умолчанию начального уровня. А вот дальше мы будем разбираться, потому что есть выбор между оружием и по стоимости, и по его характеристикам. Особенно это брони касается. Кроме того, тут ещё количество инженеров влияет. Ну, в общем, давайте потихоньку. Я вот буду вам показывать это всё в оружии и технике, а не на солдатах. Потому что здесь более подробно всё поставлено. Ну, начнём с брони. Вообще, да, к сожалению, здесь я начальную броню вам не покажу. В казармах в бойцов перейдём. Значит, изначальная броня, которая есть всегда, ничего не стоит, и вы её можете взять где угодно. Под названием бронежилет по-русски, по-английски он body armor называется. Всего лишь добавляет один хилпоинт, одно очко здоровья. Это начальная броня, которая в бесконечном количестве есть всегда у вас. И по-хорошему, чем быстрее вы её замените на более лучшую броню, тем лучше. Следующее по времени появление – так называемая панцирная броня. Или, наверное, лучше я буду показывать, вы уж извините, в инженерном отделе. Так, следующее по времени появление – панцирная броня. По-русски, вот так она называется, по-английски carapace armor. Она добавляет 4 очка здоровья. Когда вы одеваете на бойца, у него на 4 очка здоровья становится больше. Теперь по поводу стоимости производства. Вот всё, что вы будете видеть в видео, вот на самой картинке сейчас, видите, здесь 14 долларов. Как говорится, не верьте глазам своим. Дело в том, что стоимость производства, ну, точнее, верьте, для меня она именно столько и стоит. Но я вам буду называть базовую стоимость производства, изначальную. Дело в том, что с количеством инженеров и построенных мастерских, у вас стоимость производства оружия и экипировки будет уменьшаться. Так вот, базовая стоимость панцирной брони – 25 долларов, 15 сплавов и 10 инженеров вам нужно для производства. В принципе, это первая броня, которая у вас появится после исследований. Она, ну, хорошо увеличивает защиту тельца ваших бойцов. И вот на сложном уровне, на котором играю я, практически она удваивала хитпоинты. Поэтому очень я был рад, когда её заполучил. И у меня такой сразу боец мощный стал вместо 4 хитпоинтов 8. Практически вместе с панцирной бронёй появляется скелетный скафандр. Вот это вообще такое довольно хорошее подспорье. Он добавляет, правда, на 1 очко здоровья меньше, чем панцирная броня. 3 очка здоровья добавляет. Но при этом плюс 10 к защите, плюс 3 к передвижению. И добавляет такую обилку, как крюк с лебёдкой. То есть позволяет подниматься на любые возвышения. Поэтому понятно, что, во-первых, этот скафандр очень полезен для снайперов. Потому что они вверху находятся. Ну, а во-вторых, и для всех остальных. Потому что и движение увеличивается, и защита увеличивается. Что нивелирует снижение на 1 очко здоровья. Правда, конечно, стоит больше. Стоит он 30 долларов, но меньше сплавов требуется. 10 сплавов. Поэтому, как только появляются у вас скелетные скафандры, лучше производить их, а не панцирную броню. Ну, а вот этот крюк с лебёдкой позволяет забираться на машины, которые до этого... Есть много боевых ситуаций, когда стоят парковки, и там грузовики стоят с прицепами. И на них, собственно, кроме как со скелетным скафандром, по-другому и не забраться. Я думал, вот... Ну, в начале, когда играл, думал, что вот... Не додумали разработчики, почему нельзя добраться. Потом понял, что это просто другая броня нужна, чтобы туда залезть. Поэтому такая дешёвая, но при этом и мощная броня. Следующее поколение брони начинается с титановой брони. Титан-армор. То есть вы некоторое время будете вот в скелетном скафандре ходить, а потом, когда вы там позахватываете новых алиенов, у вас откроется и титановая броня. Она добавляет аж 10 очков здоровья и иммунитет к яду и огню. Что значит иммунитет к яду и огню? Вот дохляки, например, стреляют ядом. Есть там ещё, по-моему, какие-то инопланетяне. Теперь вы от этого защищены. То есть можете спокойно принимать эти плевки с ядом. А, кроме того, что когда дохляка убиваешь, он на своём месте оставляет такое ядовитое облако, можете спокойно через него проходить. А защита от огня, это вот когда, опять же, на той же парковке вы прячетесь за машину, а в машину попадает разряд, то на следующий ход машина взрывается. И до титановой брони вам надо было всех своих бойцов быстренько от этой машины увезти, чтобы они не получили повреждения. Теперь же в титановой броне можете оставлять их около этой машины. Бойцу ничего не будет. Правда, стоит уже броня солидные деньги. 150 долларов изначально, 35 сплавов, 10 элириума и требуется 25 инженеров для её производства. Вообще, это самая тяжёлая броня в игре, поэтому, помните, мы в прошлом видео рассматривали обилки для наших бойцов, и там был один из перков, что чем тяжелее броня, тем больше очков здоровья даётся. Вот это именно та броня, которую следует одевать, потому что она самая тяжёлая. Плюс к этому ещё можно добавлять хитиновый покров, о чём я дальше расскажу, и тогда вообще этот солдат будет самыми большими очками здоровья из всех. Он выживет вообще от любого выстрела, от чего угодно. Танк, можно сказать. Но я считаю, что самая крутая броня – это вот эта прозрачная броня. В чём её прикол? Она добавляет 6 очков здоровья, в отличие от титановой, которая 10, но при этом плюс 20 защита, плюс 3 к передвижению, всё тот же крюк даёт, вот, который и скелетный скафандр, а также так называемую стелс на 4 раза, которую можно использовать. Стелс – это ваш боец становится невидимым на целый ход. То есть это вообще классно для исследования территории, чтобы не бояться внезапного появления инопланетян. Вы в начале хода нажимаете вот на эту обилку, ваш боец делается невидимым, и вы делаете свои ходы. Причём, если вы обнаруживаете инопланетян, но они вас не увидят, даже в следующем ходе, то вы всегда будете дальше этих инопланетян видеть, даже если вы уйдёте в сторону. То есть это очень классно. Кроме того, я ещё круто вот это использовал для того, чтобы брать инопланетян живыми. То есть ваш игрок подбирается к нему прямо вплотную, к инопланетянину невидимым. Другими игроками в это время вы снижаете очки здоровья у инопланетных захватчиков. И потом следующим ходом, когда он уже становится видимым, вы оглушаете инопланетянина дугомётом и получаете его живым. Далее, по другим характеристикам, плюс 20 к защите – это офигенно много, это очень классно. Особенно если вы ещё за полной защитой находитесь, вот этот полный щит, который, то есть ещё плюс 40, 60 защиты, считайте, что в вас почти никто попасть не может. Это очень круто. Да, использование вот этой маскировочной возможности четыре раза за бой предоставляется. Это выше крыши, это очень много. Причём она не тратит очков действия, то есть вы потом ещё и два раза ходить можете. И на самом деле, например, в начале игры прям сразу четыре раза используете, вы можете всю карту сразу открыть и найти всех инопланетян, а потом уже своими остальными бойцами их расстреливать. А если, кстати, вот вы открываете невидимым так инопланетянина, то ваш снайпер уже может их убивать, если у него вот есть та способность, которая позволяет ему стрелять по инопланетянам, которые видят другие бойцы. Правда, после того, как он убьёт первого инопланетянина, остальные всё-таки разбегутся, но вы их всё равно будете видеть и можете добить дальше. Кстати, ну, когда вы находитесь вот в этом невидимой... Когда вы невидимы, после вашего выстрела вы становитесь видимым, но при этом в невидимом положении вы всегда имеете стопроцентный шанс на критический выстрел. Тоже очень круто. Ну, если не смотреть на стоимость, а стоит она 250 долларов, 40 сплавов, 50 элириума и 40 инженеров для постройки, то если на это не смотреть, то, конечно, эта броня самая крутая в игре и желательно иметь его её всем бойцам. Ну, естественно, вот видите, что у меня она намного дешевле, потому что у меня много инженеров есть. Поэтому нанимайте побольше инженеров, производите побольше этой брони, ну, как побольше, не больше 6, естественно, и вы не пожалеете. Далее броня Архангел. Тоже появляется примерно в то же время, когда и титановая, и призрачная броня. Она добавляет 8 очков здоровья и позволяет летать. Сразу понятно, что, в принципе, это броня выбора снайперов, потому что всем остальным я рекомендую призрачную броню. Для снайперов же именно броня Архангел, потому что вы взлетаете с её помощью. И сверху вам видно всё. У вас офигенный бонус к выстрелам, потому что вы выше всех находитесь. И снайпер постоянно имеет критические выстрелы, во всё попадает и убивает всё живое вокруг. Вообще, вы в полёте можете сделать 6 ходов. Только как бы там рассказывается, что у этой брони есть запас по бензину, видимо, и только 6 ходов. Но для снайпера это не проблема, потому что ему только взлететь надо. Собственно, и может иногда там ещё передвинуться на новое место. Особо снайперу двигаться-то и не надо. С другой стороны, вы ещё можете эту броню Архангел проапгрейдить в лицейном цеху, и тогда у вас ещё больше будет возможностей для полёта, а не только 6. Но опять же, я считаю, что призрачная броня более крутая, чем броня Архангел для всех остальных, кроме снайперов. Стоит она меньше, чем призрачная броня, 200 долларов, 50 сплавов, 35 эллириума и требуется 35 инженеров для производства. Ну и последняя броня, которая появляется в игре, это пси-броня. Типа игра считает, что это самая крутая броня, поэтому она стоит аж 400 долларов, 20 сплавов, 40 эллириума и 30 инженеров. Но на самом деле она всё-таки проигрывает по своей значимости призрачной броня. Значит, пси-броня добавляет вам 8 очков здоровья, плюс 10 защиты, плюс 2 передвижения и плюс 20 к силе воли. Ну, по-хорошему, конечно, её просто надо одевать на ваших пси-бойцов, тогда у них увеличивается вот их пси-сила, и они могут даже захватывать эфериалов или командиров сектоидов. Но вот это уменьшение очков здоровья может повлиять на то, что ваших пси-бойцов будет убивать, что не очень классно. Потому что вот вообще в начале как бы пси-способности не очень крутые. Вот этот, например, как там, отупение, я уже забыл, как первое называется. То есть оружие будет больше приносить урона инопланетянам, чем ваши пси-способности. Поэтому вы будете продолжать оружие часто использовать. А для этого, наверное, всё-таки защита лучше и передвижение, что даёт призрачная броня. С другой стороны, если вы вдруг в конце игры стали прокачивать новичков, то это неплохой выбор, потому что увеличение силы воли помогает снизить панику у новичков. И всё же, если итог по броне подводить, то я считаю, что призрачная броня это самая лучшая броня в этой игре. Теперь переходим к оружию. Оружие, вообще, грубо говоря, три основных стадии будет. Это начальное оружие, потом лазерное оружие и плазменное оружие. Вот никаких движений в сторону и развития никакого другого нет. То есть начальное оружие тоже придётся через казарму показывать. Значит, или нет, давайте лучше я вам буду по разделам рассказывать. Значит, сначала пистолеты. Ими пистолетами могут пользоваться снайперы, поддержка и штурмовики. Тяжёлая пехота пистолетами пользоваться не может. Значит, изначально у вас есть основной начальный пистолет, который делает единицу урона и при критическом попадании тоже единицу урона. Никакого бонуса к критическому попаданию нет абсолютно. То есть минимум и максимум поражения, которое вы можете нанести этим пистолетом, единица. Поэтому я очень сомневаюсь, что вы будете пользоваться этим пистолетом. Это вдруг, если только у вашего основного оружия закончились все боеприпасы, видимо. Правда, помнится, один раз я его использовал, чтобы уменьшить очки здоровья у инопланетянина, а потом его оглушить дугомётом. Потому что если очков здоровья меньше четырёх, то инопланетянин лучше дугомётом оглушается. Но вообще начальный пистолет такая, так себе игрушка. И вообще пистолетами очень редко лично я пользовался, потому что они не так много снимают очков здоровья. Это только если у вас основное оружие, например, у тяжёлой пехоты или у снайпера, вы походили, уже одно очко действия использовали, а появился инопланетянин, то вы стреляете из пистолета, потому что основным оружием вы стрелять уже не можете. Так, далее. Следующим появляется лазерный пистолет. Вот он. Изначально он стоит 10 долларов, 10 сплавов и требует 10 инженеров для производства. Базовый урон 2, критический урон 3. Вероятность критического... Бонус критического урона 10%. Ну, немножко получше, чем изначальный пистолет, но всё так же не фонтан. Я бы их, честно говоря, производил только, чтобы дать снайперам, например, если у вас лишние средства есть. И, наконец, последний, самый крутой пистолет, где он у нас? Плазменный пистолет. Плазмопистолет он, оказывается, называется. Плазмопистолет стоит аж 100 долларов уже, требует 20 сплавов, 10 эллириума и 20 инженеров. Базовый урон 3, критический урон 4 и бонуса критическому урону нет. Ну, вообще, вообще не очень прикольно, особенно исходя из его стоимости. 100 долларов есть куда и в другое место потратить. Поэтому я бы, например, советовал вам останавливаться на лазерном пистолете, его давать снайперам, а плазмопистолет так, если вдруг у вас куча денег. Ну и с другой стороны, вы еще можете получать от врагов. Да, кстати, я не помню, я говорил в прошлой серии или нет, что вот дугометом, когда вы пользуетесь дугометом, то вы замораживаете инопланетян, даже если у вас есть живые инопланетяне, потому что я где-то читал вопрос, мол, я вот уже захватил живого инопланетянина, допросил его, имеет ли смысл еще такого же инопланетянина захватывать? Да, имеет смысл. То есть вы от инопланетянина никакой информации не получите, зато вы в полной сохранности захватите его оружие и сможете им пользоваться. Это касается вот плазмопистолетов, там, ну, вообще, а так при убийстве обычно все его вооружение уничтожается. Теперь переходим к винтовкам. Изначальная винтовка по умолчанию, которой пользуются все новички, а также бойцы поддержки и бойцы штурмовики. Вот, автомат. Автомат он, оказывается, называется, извините. Rifle. То есть этим оружием пользуется большинство ваших солдат. Изначально у первой винтовки, изначальной по умолчанию, базовый урон 3, критический урон 4 и 10% добавления к вероятности критического урона. Ну, не так, чтобы уж прикольно, но все лучше, чем пистолетом пользоваться. Естественно, чем быстрее вы откроете более мощную винтовку, тем лучше. А более мощная винтовка у нас это лазерная. Лазерный автомат. Почему я винтовкой называю? Автомат. А, вот тут уже винтовка почему-то. Там автомат, тут винтовка. Ну, одна лазерная винтовка. Она стоит 25 долларов, 14 сплавов и 12 инженеров. Базовый урон 5, критический урон 7 и 10% добавления к вероятности критического урона. Это уже что-то. То есть, вы критическим уроном можете уже убивать довольно сильных инопланетян, например, тех же кризолидов, у которых как раз, по-моему, 7 хиллпоинтов, если мне не изменяет память. Ну, и в любом случае, всех любых других слабых инопланетян вы будете убивать с одного выстрела, если, конечно, попадете. Стоит она дешево, проста в исследовании, то есть, чем... Да вы должны как можно быстрее вот к ней прийти. Это главный приоритет, чтобы получить в вашей команде именно вот лазерную винтовку. Потому что, если даже вы там не используете в команде бойцов поддержки или штурмовиков, эта лазерная винтовка очень хороша для новичков. И у вас будет меньше потерь среди новичков. Кстати, дохляки используют лазерные винтовки, поэтому неплохо их захватывать и получать бесплатно у них, собственно. Ну, и последнее по развитию винтовка это плазменная винтовка. А, нет, соврал я. Сначала легкий плазмер появляется. Это все развитие винтовки. Стоит 125 долларов, 20 сплавов, 15 элириума и 20 инженеров для производства, базовый урон 5, критический 7 и плюс 10 процентов к вероятности критического урона. То есть, по урону получается 5-7 точно такая же, как и у лазерной винтовки. То есть, выглядит практически так же. Но у нее на самом деле на 10 выше бонус к прицеливанию. Поэтому именно вот Light Plasma Rifle очень хороша для тренировки новичков. Опять же, у тех же дохляков дофига есть от легкого плазмера и можете у них воровать. Ну и, наконец, самая крутая винтовка в игре это плазмер. Стоит 200 долларов, 30 сплавов, 20 элириума, 20 инженеров, базовый урон 7, критический урон 10 и 10 процентов бонуса к вероятности критического урона. Самая крутая винтовка в игре. Если закрыть глаза на стоимость, то, конечно, ваша команда должна быть вся экипирована этими винтовками. Ну, те, кто могут их использовать. То есть, штурмовики и поддержка. Потому что будете сносить инопланетян просто так, только в путь. Но так вообще я рекомендую, если у вас нехватка плазмеров, то давать их в руки только опытным солдатам, а новичкам все-таки легкий плазмер выдавать. Теперь рассмотрим дробовики. Это... Дробовиками могут пользоваться только штурмовики. То есть, они могут выбирать между дробовиком и автоматом. То есть, вот есть либо автомат, либо дробовик. Понятно, что дробовик более крут в ближнем бою. То есть, чем ближе вы к инопланетянину, тем больше он даст урона им. Более того, у дробовика есть какой-то предел по дальности. Но, с другой стороны, они дают больше урона и больше у них шанс критического урона. Так что, если вы любите ближний бой за штурмовиков, то это ваш выбор. Значит, изначальный дробовик по умолчанию делает базовый урон 4, критический урон 6 и 20% к вероятности критического урона. Развитие этой темы среди лазеров так называемый веерный лазер. Он стоит 30 долларов, 25 сплавов, 12 инженеров, базовый урон 6, критический урон 9 и бонус критическому урону все те же 20%. Очень крутой апгрейд, к изначальному шотгану. Правда, вот большое количество сплавов, требующиеся для его постройки, для этого веерного лазера, могут быть проблемы с получением. Так что, пока у вас его не будет, лучше, наверное, использовать штурмовиками лазерную винтовку. Ну и, естественно, все тоже ограничения по дальности, как и для начального шотгана. Ну и последнее в развитии линейки шотганов это пушка из внеземных сплавов. Стоит аж 200 долларов, аж 50 сплавов требует, 20 эллириума и 25 инженеров для производства. Зато базовый урон 9, критический 13, и вероятность критического попадания увеличивается на 20%. Превосходное оружие для ближнего боя, особенно для штурмовиков, есть, особенно, почему особенно, только для штурмовиков, и с обилкой быстрый огонь, а также одетый в призрачную броню, этот дробовик может убирать любого противника с одного выстрела. Без разницы, насколько тот крут или где он находится, собственно. Так, переходим к снайперским винтовкам. Ну, я вам не буду изначальную винтовку показывать, снайперскую. Понятно, что она только для снайперов. Изначальная снайперская винтовка имеет урон 4, критический урон 6, и вероятность критического урона повышается на 25%. В общем-то, слабых пришельцев будет с одного выстрела выносить, более сильных, кстати, тоже, то есть, примерно до второй-третьей игры можно ее использовать. Но, сами понимаете, чем быстрее вы перейдете на более крутые снайперские винтовки, тем лучше. Лазерная снайперская винтовка имеет стоимость 35 долларов, 25 сплавов, и 12 инженеров для производства. Базовый урон 6, критический урон 9, и плюс 30% к вероятности критического урона. Офигенный апгрейд. Сами видите, что базовый урон тут даже на уровне критического урона из прошлой винтовки, из прошлой снайперской винтовки. Но еще и увеличивается шанс критического попадания. Ну и, наконец, венец снайперских винтовок это... Так, где она тут? Снайперский плазмер. Стоит аж 250 долларов, 30 сплавов, 25 элириума, 25 инженеров для производства. Базовый урон 9, критический урон 13, и плюс 35% к вероятности критического урона. Ну, несмотря на то, что это самая крутая снайперская винтовка, к ней вот очень сильно стремиться не обязательно, потому что она не настолько крута, чтобы выносить самых крутых инопланетян с одного выстрела. Поэтому и снайперская лазерная винтовка все еще может быть нормальной. Я не говорю, конечно, ее игнорировать, эту снайперский плазмер, но делать приоритет по ее открытию и производству не стоит. То есть, если у вас уже для всех остальных произведено, тогда можно и снайперский плазмер. И, наконец, давайте тяжелое оружие рассмотрим. Тяжелое оружие приносит самый большой урон, даже больше, чем снайперские винтовки. Правда, наша тяжелая пехота при этом еще самая косая. То есть, все сбалансировано, сами понимаете. Изначально самое первое тяжелое оружие это ручной пулемет. Он может сделать базового 4 урона, критического урона 6 и ничего не добавляет к вероятности критического урона. То есть, по возможностям урона он на том же уровне, что и обычная винтовка. При этом он не настолько крут по прицельности, у него нету дополнительного критического бонуса и ваша тяжелая пехота не настолько прицельно стреляет. Поэтому, чем быстрее вы перейдете к следующему оружию, к тяжелому лазеру, тем лучше. Смотрим на тяжелый лазер. 30 долларов, 25 сплавов, 12 инженеров, базовый урон 6, критический урон 9 и 0% бонуса критического урона. Важный апгрейд для тяжелой пехоты, потому что позволяет намного больше создавать проблем инопланетянам, чем изначальное тяжелое оружие. Ну и конец тяжелого оружия, это тяжелый плазмер, который стоит уже 250 долларов, 30 сплавов, 30 элириума, 25 инженеров для производства, базовый урон 9 и критический урон 13. Естественно, бонуса к критическому урону нету. То есть, такой же урон, как и у снайперской винтовки, правда, без критического шанса. Но вот обилки у тяжелой пехоты, которая, свинцовый дождь, который позволяет два раза стрелять из этого оружия, и бонус к повреждению роботов, которые как раз появляются в конце игры, у которых очень много хиллпоинтов, позволяет с помощью тяжелой плазмы, тяжелого плазмера создавать просто одним тяжелым пехотинцем выносить инопланетян пачками. Так что, чем быстрее вы тяжелым плазмером экипируете ваших тяжелых пехотинцев, тем лучше. Другое оружие, которое имеют тяжелые пехотинцы, это гранатомет. У него изначально базовый урон 6, критический урон 12. Ну, нету бонуса к критическому урону, и тяжелая пехота получает его вместо пистолетов. То есть, тяжелая это носить не может, зато носит гранатометы. Очень-очень классная замена. К сожалению, в начале вы можете делать только один выстрел из него вообще за всю, за весь бой, но потом, если вы возьмете специальное усовершенствование для вашего бойца, перк определенный, то вы можете делать уже два выстрела. Ну, даже в начале игры один выстрел вообще офигенно, и он, если он даже базовый урон 6, а там начальные инопланетяне не больше 4 хиллпоинтов имеют, то вы можете нескольких инопланетян одним выстрелом выносить. В поздних стадиях игры очень полезен для того, чтобы убирать защиту у инопланетян. То есть, там он спрятался за стеной какой-то или за машиной, вы стреляете из гранатомета, и все, уже инопланетянин на открытой местности стоит. Стреляйте в него кто хочет. К тому же, для выстрела из гранатомета не нужна видимость. То есть, вы можете стрелять, даже если вы не видите инопланетянина, куда угодно. Например, вы там думаете, что вот там стоит, а его даже не видно. Стреляете и без проблем попадаете. Далее, развитие гранатомета. Вот почему-то я его не открыл, но это есть. Это бластеромет, по-английски бластер-лаунчер. Он стоит 275 долларов, 50 сплавов, 65 эллириума и 35 инженеров. Базовый урон 9, критический урон 13. Ну, это старший брат, собственно, гранатомета. Я вот почитал на форумах, почему у меня его нету. Для того, чтобы заполучить его, это надо батлшип сбить и рейд на него провести. Так что, к сожалению, я ничего об этом бластеромете рассказать не могу. Теперь переходим не к оружию, а к экипировке, которая добавляет каких-то бонусов. Каждый солдат может с собой взять какую-то одну вещь экипировки. В отличие от бойцов поддержки, у которых есть один из перков, который позволяет две вещи экипировки взять. Видите, две, медпакет и дугомет. У всех остальных бойцов, у снайпера, например, только одна вещь берется. Я рекомендую тяжелой пехоте брать гранату, снайперам брать цель, поддержке брать аптечку, а вторым дугомет. Ну, а штурмовикам в зависимости от вашего стиля игры. Давайте теперь экипировку эту разберем. Вообще, что к чему. Ну, изначально гранаты. У всех есть бесконечное количество гранат обычных. Вы можете их с собой брать. Они, по-моему, три урона приносят. При этом они могут урон и вашим бойцам наносить. То есть, кидайте их внимательно. Ну, и к тому же он уничтожает там прикрытие, защиту. То есть, вы можете таким броском этих гранат оголять несчастных инопланетян. Но, помните, что убивая инопланетян гранатами, вы не получаете фрагменты оружия, и у них все взрывается. Только тела получаете в итоге. Развитие гранат это инопланетные гранаты. Собственно, такие же, как обычные гранаты, только лучше. И еще и инопланетные. Делают пять урона вместо трех, и больше разрушения местности. Причем, самое интересное, что в отличие от всего другого инопланетного оружия, вы эти гранаты можете использовать даже не исследуя. То есть, если вы захватите инопланетян с этими гранатами, то они появятся у вас в инвентаре, и вы можете брать их на следующий бой, даже еще не исследовав толком. Если же вам нужно бесконечное количество инопланетных гранат, то есть такой проект в литейной мастерской, где все ваши обычные гранаты вы можете проапгрейдить в инопланетные, и их становится бесконечное количество. Мне кажется, их проще добывать у инопланетян. Лично у меня в процессе игры проблем с количеством гранат не было. Так, медпакет. Ну, понятно из названия. Стоит 25 долларов, требует 5 инженеров и лечит солдат. В самом начале он вылечивает 4 повреждения, потом вы можете в лицейном цеху проапгрейдить, что он будет вылечивать 6 повреждений, и также 10 повреждений, если у вас будет полковник из поддержки, и у него будет такой перк. Ну и, собственно, бойцы поддержки могут не один раз использовать в бою, а три раза аптечку. Вообще, аптечку вы можете любому давать, но только бойцы поддержки могут использовать её 3 раза. Кроме того, аптечка вылечивает и яд. То есть, если вы будете отравлены, то используйте аптечку и не будете терять очки здоровья. Теперь вот комплект нано-брони и хитиновый покров. Вообще, я сначала думал, что когда исследовал комплект нано-брони, я думал, что это новая броня будет, а не это такое добавление. То есть, если вы кладёте комплект нано-брони или хитиновый покров в ячейку дополнительного оборудования, то у вашего бойца увеличивается количество очков здоровья. Вот комплект нано-брони вы сможете производить после того, как исследуете инопланетные материалы. Стоит она 20 долларов и 5 инженеров для производства и добавляет 2 очка здоровья вашему солдату. Ну, в начале игры очень неплохое подспорье, но потом вы вряд ли его будете использовать, так что не рекомендую вам их много производить. хитиновый покров вы сможете производить, когда захватите кризолидов, то есть он появится у вас после вскрытия кризолида, стоит 85 долларов, 10 сплавов и 4 трупа кризолида, а также 15 инженеров для производства требуется. Вот этот хитиновый покров добавляет уже 4 очка здоровья и снижает на 50 процентов урон от ближней атаки, то есть там если те же, например, кризолиды на вас нападут, то вы получите уже на 50 процентов меньше урона. Ну и от мутонов берсерков тоже замечательно защищает. Хорош в конце игры, если вам нечего положить в слот солдата вот с оборудованием, не знаете, что положить, вот штурмовику, например, то почему бы хитиновый покров не положить. Так, следующая цель это выбор снайперов. Ну, можно сказать, лазерный прицел, видимо. Он на 10 процентов увеличивает вероятность попадания ваших солдат. В начале игры для ваших новичков, особенно, не только, кстати, для снайперов, а вообще для всех очень удачная вещь, потому что вы можете таким образом повысить попадаемость и продвижение ваших новичков по карьерной лестнице. Кроме того, вы можете проапгрейдить цель в лицейном цеху, и он будет тогда еще и бонус к критическому попаданию добавлять. Ну а так вообще я ими всегда по умолчанию экипирую снайперов, даже в конце игры. Так, дугомет. Важная штучка в игре. 35 долларов, 5 инженеров. Ну, понятно, что основное предназначение это захват инопланетян живыми. То есть, вы подходите на определенное расстояние с дугометом и оглушаете инопланетянина, чтобы захватить его живым. Чем меньше хиллпоинтов у инопланетян, тем выше, точнее даже ничем меньше, а от трех и меньше хиллпоинтов повышает на 70% вероятность того, что инопланетянин будет оглушен. Использовать его можно только два раза за миссию, ну и, как я уже говорил, быть довольно близко к инопланетянину, что в начале трудновато. Дугомет можно проапгрейдить в литейном цеху, и тогда у вас будет больше шанса оглушить инопланетян. Кроме того, после апгрейда дугомет сможет чинить ваши танки и контролировать вражеских дронов, что тоже прикольно. Выдавайте его тому бойцу, который у вас обычно движется вперед, то есть я обычно даю либо поддержки, либо штурмовику, но вообще я отправляю обычно двух солдат, чтобы один прикрывал другого и уменьшал хиллпоинты у того инопланетянина, которого вы хотите оглушить. Ну и еще раз повторю, что при оглушении инопланетянина вы все его оружие получаете целиком и вам не придется его производить, что круто. То есть, например, от мутона получить плазменную винтовку, плазмер, как тут у нас переведено, намного круче и дешевле, чем производить плазменную винтовку. Ну и остается у нас две вещи. Во-первых, так, где тут? Боевые стимуляторы. Это после того, как вы захватите мутона берсерка, вы можете его производить. Я, честно говоря, им не пользовался особо. Они стоят 50 долларов, 5 сплавов и 1 труп берсерка, а также требуется 15 инженеров для производства. Когда вы их используете во время битвы, то увеличивает ваше передвижение на 3, увеличивает волю и добавляет 50% иммунитета от урона, а также полный иммунитет от критического попадания на 2 хода. Возможно, неплохо для штурмовиков, которые как раз в гущу инопланетян лезут, чтобы их не убили. Вот я такую представляю стратегию. Вы используете боевой симулятор, включаете невидимость у прозрачной брони и используете обилити у штурмовика Run and Gun по-английски, я не помню, как он, по-русски, когда вы бежите и стреляете в этот момент. По-моему, должно офигенно срабатывать. Но боевой симулятор можно использовать всего лишь один раз за битву, так что надо внимательно быть. И последняя экипировка, которую мы еще не рассмотрели. Так, 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 где он? Ментальный щит. Ну, понятно по названию, что он увеличивает вашу силу воли на 30. Получаете вы его после вскрытия эфериала, стоит 150 долларов, 10 сплавов, 30 элириума и 1 труп эфериала. Для производства требуется 35 инженеров. Ну, круто в конце игры, когда много эфериалов будет, однако, опять же, я его не очень часто использовал, потому что у меня псионики и так крутые были. К тому же, много очков здоровья было, то есть, те, кто мне там впадали в панику и подпадали под контроль, не успевали еще других поубивать, а эфериалы я уже выносил и контроль заканчивался. Так что, это вы сами как хотите, в зависимости от вашего стиля игры, используете или нет. Ну, на этом все. Кажется, я рассказал обо всем. Если вдруг что-то упустил, пишите в комментариях, подписывайтесь на мои видео. Меня зовут Леша Халецкий, это канал Леша Играет и играйте в интересные игры. Удачи вам!